Август-сентябрь, пожалуй, самые грибные месяцы в средней полосе России. А Смоленская область всегда славилась своим грибным разнообразием. Ну вот переросшие опята. Ух, большие. Можно срезать, можно срывать. Вот так. Мы не вредим ничему. Елена Симонова, грибник со стажем. Свободно ориентируется в лесном разнообразии и точно знает, каждого ждет свой гриб. Вот это лисички. Вот. Тоже очень вкусные грибы. И полезные. Самый первый вопрос, который волнует начинающего грибника, какие именно грибы можно собирать. Безопасным и распространенным относятся белые грибы, подосиновики, сыроежки и лисички. В смоленских лесах грибное разнообразие намного шире. Вот это зонтик. Никогда бы не думала, что он съедобный. Но он съедобный и очень вкусный. Очень вкусный. Мясо напоминает мясо курицы. Среди большого количества грибов важно не потерять бдительность. У любителей тихой охоты есть поговорка. Не уверен, не бери. Вот это вот мухоморы. Их используют для растирок, настаивают на спирту для наружного применения. Вот это свинушки. Они условно съедобные. Вдоль дороги их не рекомендуется брать. Почему? Потому что они очень много впитывают токсинов в себя. Кроме этого, свинушки содержат неразлагаемое вещество, которое негативно влияет на красные кровяные тельца в организме человека. Ядовитым может оказаться и самый обычный гриб. Даже съедобные сыроежки и подберезовики нельзя срезать у обочин автотрасс или рядом с производственными предприятиями. Такие грибы легко всасывают тяжелые металлы и ядовитые вещества. В случае отравления необходимо выпить активированный уголь и вызвать скорую помощь. Также, отправляясь в лес, нужно помнить о безопасности. Всегда следует брать с собой мобильный телефон, питьевую воду и не уходить далеко в чащу.